Опыт войны и строительства новой жизни на руинах, выбор курсов жизни и вектор развития своей родной страны. В рамках социокультурного проекта The Future of Europe 15 украинских и 15 немецких подростков создадут театральную постановку, в которой покажут совместное видение европейского будущего. Украину представляют переселенцы и жители прифронтовых территорий. Накануне их творческого путешествия в Германию с ними пообщалась корреспондентка ЮЭТВ Юлия Крючкова. Меня зовут Полина, родилась в Донецке, живу в Гермаркопровске. Полина, где ты? София, с севера Донецка. София, с севера. Все они разные, но объединяет их война, которая ворвалась в их жизни в 2014 году. Ярослава из Донецка. Когда ей было 13, ее семья была вынуждена бежать из города. Она надеется, международный проект даст ей возможность рассказать всему миру о своем опыте. Моя родина выбрала потерять абсолютно все. Было такое, что я жила в ужасных условиях. Четыре кровати и поле. Это было страшно. И в проекте мы будем касаться темы войны. Это тяжело лично для меня, потому что я вспоминаю эти события, я переживаю их снова. Эти 15 подростков только что познакомились и поучаствовали в аудиотуре «Майдан-прогулка». Они будто побывали в прошлом на революции достоинства. Теперь делятся впечатлениями. Когда мы шли, в какой-то момент я перестала видеть и людей, и все, что происходит. Я видела, у меня, для меня это была ночь, для меня это был мороз, зима, 2013 год. Сейчас им от 13 до 18 лет, но они помнят Майдан и начало российской агрессии. Рассуждают о будущем Украины и европейских ценностях. Катя с родителями пять лет назад переехала из Дебальцева в Харьковскую область. Говорит, даже будучи ребенком, переживала за Украину. Даже в 12-13 лет я чувствовала, что я тоже несу большую ответственность за страну, когда выросла, должна что-то сделать. Не знаю, откуда бралось это чувство. Сейчас я стараюсь участвовать во всех проектах, которые помогут в этом. Этот проект идеальный для меня. Он объединяет актерское мастерство, а я много играла в театре. И близкую для меня тему, ведь я переселенка. Украинские участники проекта готовятся к поездке в Германию. Там вместе с 15 немецкими подростками они будут ставить пьесу на тему «Будущее Европы». Они компании едут с полевым исследованием о том, что такое Европа сейчас. Едут в крайний западный регион Германии – Дюссельдорф, Кёльн, Бонн. Мы специально выбрали этот регион страны, которая пережила большую войну. Там наиболее остро до сих пор стоит вопрос примирения и понимания, как с этим жить дальше. Они вместе должны найти решение. Как высказаться, выбирают сами. Думаю, все выйдут из этого проекта другими. После все участники соберутся в Украине в творческом лагере. Там подростки двух стран объединят все наработанные тексты и видео и создадут из них мультимедийный документальный спектакль. Участники, кроме того, что становятся авторами текстов, драматургами, они еще и выступают как режиссеры и актеры. С ними будут работать профессионалы, но в качестве менторов. Перед ним стоит вопрос – куда мы двигаемся? Это молодежь, которая через 5-10 лет будет куда-то направлять нашу страну. И они уже могут показать нам вектор развития. В сентябре подростков ждет тур по 15 городам Украины с презентацией постановки. А в ноябре покажут ее на театральном фестивале в Кельне.